привет я дарья поздняк и сегодня расскажу вам как рисовать человека в среде как отделить передний план от дальнего и что такое тон и так тон это светлота или темнота какого-то цвета чтобы разобраться в этом термине мы используем грязаль то есть один цвет только разной насыщенности в данном случае мы возьмем вот какой-то серый значит просто цвет белой бумаги это у нас будет светлый тон дальше у нас будет средний тон и самый темный у нас будет темный тон вы видите разницу белая серая черная грубо говоря светлый тон средний тон темный то и этими тремя тонами мы сейчас будем создавать наш набросок чтобы вы не уходили в детали не пытались мелочевку прорабатывать я специально буду работать кистью акварелию чтобы вам было понятней что в этом задании важно работать широко широко большими массами поэтому маленькая кисточка или какой-то карандаш к нам не подходит поэтому специально взяла большую кисть и так начнем как всегда я начинаю с рамки у меня будет вертикальный набросок а легкой линии набрасываю фигуру даже можно сказать не линия пятном пятном широкими массами вторая нога стеллаж с фруктами так похоже мне фигуру придется сделать покрупнее но не беда мы работаем кистью нам не сложно так стеллаж пол это вертикальные дверцы уходящий вдаль стеллаж и здесь тоже стеллажи и так вообще желательно еще до начала наброска понимать что у вас будет темным а что светлым в данном случае у меня темные будет фигура а она может быть полностью черный может быть серый это я сейчас буду решать может быть это будет черный с какими-то щелочками белыми но в любом случае фигура у меня будет темнее чем фон у меня будет темная фигура на фоне светлого цвета я сейчас выделю фрукты сделаю их светлыми на фоне темные фигуры мы не будем вырисовывать детали как я уже говорила мы просто сейчас пятнами идем по силуэту да если хочется можем где-то оставлять какие-то щелочки например чтобы ноги в одно пятно не сливались я могу сделать между ними дать какую-то щелочку вторая пятка так собственно девушка у меня готова дальше я смотрю а я могу добавить какую-то графику например прорисовать контейнеры с фруктами там какие-то еще то ли зеркало то ли что-то идет фрукты чтобы проявить например фрукты и ну какие-то элементы можно такую хитрость сделать можно закрасить тоном дырочки между ними все их оставить светлыми а дырочки закрасить будет очень прикольный объемный эффект вот смотрите я вот в этой корзиночке могу сделать темные фрукты светлыми дырочками а в той корзиночке мне наоборот видите какой эффект интерес итак возвращаемся к теории смотрите у нас есть темный тон и светлый тон серого как серого тона сейчас довольно мало среднего мы сейчас добавим средний тон мне не нравится что вот этот вот вертикаль ящики там или что то что они такие светлые сейчас мы их зальем пятно и это нам обобщить обобщить всю картину поможет выразительности да и так же я хочу эти этим тоном залить вот здесь вообще весь дальний план и я не буду вдаваться подробности есть там не стеллажи даже чтобы эти стеллажи в бесконечность не уходили я вот здесь вот сделаю горизонтальную линию которая эту бесконечность уходящую остановит теперь у меня есть темный тон средний тон и белый тон мы разбили нашу картину на три тона что рисовать дальше тут деталями вы уже сами решаете моя задача это просто показать вам возможность разбивки на три тона здесь я просто хочу наметить что кафельный пол который у нас стоит ну и могу добавить здесь каких-то тоже фруктов может быть они какие-то более длинненькие будут лежать как-то вот так чтобы не было совсем пустых стеллажи пустоты чтобы не было и так белый тон средний тон темный тон переходим к следующей картинке здесь также как и в прошлой работе у меня человек будет темнее фона там что и И обратите внимание, вдаль я тон успокаиваю. У нас добавился еще один тон, здесь четвертый, смотрите, это белый цвет бумаги, это черный, черного мы внесли сейчас очень мало, сейчас мы будем его добавлять. Это средний, который был в прошлый раз средним. И мы вносим еще один тон, вот такой, совсем светлый. И вот эта картинка у нас получается разбита на 4 тона. Раз, два, три, четыре. Светлый, темный и два промежуточных. И сейчас мы ее доделаем, чтобы вам это было совсем очевидно. Я усилю тут, которая прям совсем темная, тем больше, что у меня тут немножко подсохло. Усилю здесь его на переднем плане, где у меня всякие детальки, всякие предметики. У нас задача разбить изображение на 4 тона. Светлый, темный и два средних. Итак, еще разок. Светлый цвет бумаги, темный и два средних тона. И еще раз вернемся к нашей первой картинке. Разбивка на 3 тона. Светлый, средний, темный. Светлый, средний, темный. Итак, прежде чем рисовать, определите для себя, что будет темнее, объект или фон за объектом. И тогда уже приступайте к рисунку. С вами была Дарья Поздняк. До новых встреч!